многие мои подписчики задавались вопросом где же я пропал ну объясню несколькими моментами первое было некоторое выгорание ведь для того чтобы сделать 5-минутный качественный ролик для вас мне приходится перелопачивать тонну информации и устал устал от той грязи которой приходится копаться и для того чтобы отвлечься я создал еще один канал он называется мистер пиджи мюзик ссылка будет как всегда в описании на котором я выкладываю музыку для релаксации расслабления и просто послушать а сейчас вернемся к нашим баранам наверное все помнят с каким удовольствием смаковали российские сми оклеенные скотчем танки оплот на репетиции к дню независимости но почему-то они забыли об этой фотографии где великолепно видно что под скотчем уже есть нанесенный пиксель и любой мастер по покраске автомобилей скажет вам что он тоже пользуется малярным скотчем ведь у него даже название малярный и почему-то в российских сми не показывают другие фотографии российский вертолет mi-28 на выставке армия 2021 что же тут такого удивительного скажете вы а я вам сейчас покажу проводка приклеенная на скотч снаружи вертолета это реально намного круче также в фейсбуке я постоянно сталкиваюсь с фотографиями счастливое детство воспоминания советском союзе о пломбире но почему-то любители совка забывают о таких фотографиях это фото детдомовских детей а также для прочистки мозгов я бы хотел чтобы вы посмотрели ролик который я создал еще год назад и которые многие пропустили потому что просто еще не были подписаны на меня ведь почти год назад у меня было всего 1000 подписчиков а сегодня нас уже почти 4100 я хочу сказать вам спасибо за вашу поддержку а теперь внимание на экран сегодня мы вновь разрушаем мифы о прекрасном и добром советском союзе все мы помним о зверствах нацистов во время второй мировой войны но почему-то советские а теперь российские историки со стыдом умалчивают о зверствах советского союза относительно своих граждан я хотел бы прочитать вам коротенький отрывок из книги льва разгона непридуманная но для начала я вам процитирую рецензию на эту книгу все о чем рассказывает в этой книге писатель лев разгон правда в ее обычном словарном обозначении то что действительно было то что в действительности есть в ней нет придуманных персонажей эпизодов дат обстоятельства жизни автора его 17-летнее пребывание в тюрьмах этапах лагерях встречи с разнообразнейшими людьми разделившим его судьбу и стали материалом этой книги сорок втором году в лагерь начали поступать целые партии детей историях было коротко ясна и страшно все они были осуждены на пять лет за нарушение закона военного времени о самовольном уходе с работы на предприятиях военной промышленности это были те самые дорогие мои мальчишки и девчонки 14-15 лет которые заменили у станков отцов и братьев ушедших на фронт про этих работавших по 10 часов стоя на ящиках они не доставали до станка написано много трогательного и умиленного и все написанное было правдой не было только написано о том что происходило когда в силу обстоятельств военного времени предприятие куда-нибудь эвакуировалась конечно вместе с рабской силой хорошо если на этом же заводе работала мать сестра кто-нибудь из родных но если мать была ткачиха а ее девочка точила снаряды на новом месте было холодно голодно не устроено и страшно многие дети и подростки не выдерживали этого и подавшись естественному инстинкту сбегали к маме и тогда их арестовывали сажали в тюрьму судили давали пять лет и отправляли в лагерь пройдя через оглушающий конвейер ареста обыска тюрьмы следствие суда этапа эти мальчики и девочки пребывали в наши места уже утратившими от голода от ужаса с ними происходившая всякую сопротивляемость они попадали в ад и в этом аду жались к тем кто им казался более сильным этими сильными были конечно батари и блатарки на свеженьких накидывали вся лагерная кодла бандитки продавали девочек шофером нарядчиком комендантом за пайку за банку консервов а то и за самое ценное глоток водки а перед тем как продать девочку ощупывали ее как куру за девственность можно было брать больше мальчики становились шестерками у паханов у наиболее сильных более обеспеченных они были слугами бессловесными рабами халуями шутами наложниками всем кем угодно любой блатарь приобретя запайку такого мальчишку мог его бить морить голодом отнимать все что хочет вымещать на нем все беды своей неудачливой жизни если по указу от 26 июня 1940 года самовольный уход с работы карался тюремным заключением от 2 до 4 месяцев то по указу от 26 декабря 1942 года такой уход с предприятия военного значения был объявлен трудовым дезертирством и карался тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет законом от 31 мая 41 года специально предусмотрен для подростков за такие преступления стали сажать с 14 лет указ президиума верховного совета ссср от 26 декабря 41 года рабочие служащие считаются на период войны мобилизованными и закрепленными для постоянной работы на эти предприятия по этим двум законам было осуждено более 18 миллионов человек из них по разным данным от 30 до 50 процентов были дети то есть от 7 до 9 миллионов детей были кинуты в лагеря любители советского союза вы об этом мечтали почему-то вы любите вспоминать о дешевом пломбире и колбасе за 220 а об этом стыдливо умалчиваете а я напоминаю вам что лайк подписка и комментарий очень помогают развитие канала а нажатый колокольчик и даст вам пропустить новые ролики а я говорю вам думайте анализируйте не прощаюсь